Окунь Хорошего окуня Здравствуй, Анатолий О, какие люди Какие судьбы здесь Да вот я специально приехал, чтобы с тобой встретиться Ну да Ну и как сегодня? Ну так сегодня Сегодня, будем говорить так Словом погоды Окунь такой Вроде похлёстки одни лы Другие такие Чувствуют, что он там есть Тыркаются, не берут Но всё-таки в своём существовании Изъявляют, да? Да, он об этом говорит Он есть так Я знаю, что он там Но вот видно Такие вот скучки попадают Конечно, карамушушку надо Не, не, не Про карамушку надо же не говори Разроют тут Просто нет Мы места не будем Вот такие окушаты ловятся здесь Ну вот такой окушок ловят Ух, ничего себе Что, нормальный окунь? Ну нормальный окунь По такой-то погоде Да Ну будем говорить так Вчера пытался ловить Было довольно плохо Сегодня Вчера блесну сделал Пришёл, проверяю Понятно Это у тебя просто Не просто так Да, сюда выход Не за рыбой отдохнуть И посмотреть, что у тебя работает Как новинка Володь О, я же говорил тебе Хорошая кулю Он очень внимательно смотрит Я и сам попался Ну чем? Придавил Да, да не, нормальный окунь Придавил, да? Да Видишь как Два раза Я ему сказал Говорю это Что-то там это Торщик Не давлят Не берет Вот он Смотрит, смотрит И потом Вот этот вот я Сам сделал в этом году Вещенку такую Именно для меляка Вот испытывать начал У меня Блёсны это Более тяжёлые такие Как их называют Там козырная Или блесна пузырь Она такая типа Торпедки Она без изгиба прям Прямая блесна, да? Вот она хитро Смотри Она вроде как без изгиба А если профиль посмотришь Видишь она какая-то Да, да, да Тут получается наплыв Больше немножко Да, да, да Я это На весы там Это вот из нержавейки Напали Вот клюёт на неё Так На ложайке Вот именно на неё Клевали щурята Зачётные Именно на неё Вот другие Опускал ничего А это опускаешь А зачётные Это у нас По правилам рыболовства Мы не имеем права Брать щуку Меньше 32 сантиметра Понятно Ну это палочка Я уже лет 8 работаю Она именно 8 лет И я только Вот эту муфту Термомуфту Сюда Она обжимает Первое Это бурт Оббивая Чтоб краска не слетала И основное её предназначение Это когда сверишь лунку Опускаешь вот так вот Вот А теперь у меня отлесня Которая К лунке Которую я опускаю В блесну Видишь Она пошла свободно И лешка Пошла свободно Вот 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 так Начинаем И на палочке Это Будем говорить Выбрана Оптимальная Вот так вот Когда Лунку просверлил Бур вытащил Там скапливается Вот столько Такая толщина Льда Вот её хватает Пробить Сделать В этом Крошу Отверстие Ещё А когда вынимаешь Рыбу Вынул Оттуда рыбу Которую Поймали Он опять её Там замутил Вот Так Я тут Палочке Сделал Всё Если Чувствую Она Светлая Лунка Я её Сверху Подбросил Опять Сделал Отверстие Вот Всё И работает Ну По крайней мере Поплёвок Чаще бывает Чем Не на затемнённой Лунке Часто Бывают Такие Случаи Антесовские Вот эти На раздушных Подушках Да Ага Вижу Идёт Я уже В готовности Я Делаю Проводку Огрессу Я уже В готовности Что сейчас Будет Поплёвка И как правило Она Происходит Потому что Я не знаю Почему Но он Видит Что кто-то Приближается Быстро Схватил У меня Крупнее Схватил Ловля На блесну Она Предполагает Активный Способ Ловля Это И предполагает Перемещение По водоему Одного Или группы Рыболов Которые Находят Рыбу Потом Совместно Её Ловят Легче найти Рыбу Чем Одному Отловил Здесь Вот Лёвки Приклотились Пошёл Искать Следующего Вот Это Из Разряда Некрупных Но Всё равно Приятный Взял Он опять Придавил Блесну За губу Зацепился За нижнюю Пусть живёт Расскажи Зацепился За коляшку Сейчас пойду Вот этим Отцепом Отцеплять Буду надеяться Что Отцеплю Расскажи Про конструкцию Отцепа Своему Ну Этот Отцеп В общем-то Простейший Продается В магазине Вот Леску Вот так Берём Леску Вот так Пропускаем С блесной А потом Сюда Вставляем И опускаем Всё Ну сейчас Ты это покажешь Покажешь Прям Танц Реально Покажу Плетёнки Плетёнка Плетёнка Толстая На разрыв И она Так Путается Как Я имею Ввиду Толстая Плетёнка Так как Мы работаем Лёгкими Приманками Блесной Блесной Вот я пропустил Её туда Отпускаем Сейчас Я почувствую А леску Держишь на тяг Да На тяг Держу Вот И дошёл И вот я Отступил Отбил Блесной Куда Вот она Реально На практике Так Сработала Всё Прекрасно Ну Естественно Всё Вот это Надо В арсенале Рыболова Иметь Почему Потому что Приманки Иногда Стоят Ну Буду говорить Даже Не из-за того Что дорого Стоят А иногда Бывают Любимые Приманки Иногда Получается Такая Что Её Повторить Невозможно Да Повторить Её Игру Поэтому Ну Сейчас Делают Мастера Почти Одинаковые Блёсны На потоке Но так Как Любители Многие Да Любят Любят Вот Для меня Даже Удовольствие Доставляют Делать Эти приманки Вечером Особенно Ненастную Погоду Сидишь Делаешь Что-то Думаешь Придумываешь А потом Уже Выходишь На водоём Проверяешь И В общем-то У меня покупли Блёсен Почти нет Ну что ж Ну я хотел Тебя Порасспрашивать Вообще О ловле Окуня На блесну Потому что Понимаешь На мормышку То проще Ловить Начинающему Рыболову Да А вот Блесну Освоить Немножко Труднее Вот что В первую очередь Нужно Для того Чтобы Осваивать Блесну Какие Качества Человек Блёсны Нескольких Типов При ловле На ухуня Я на это Обратил Внимание Есть планирующие Блёсны То есть Она Как бы Отходит в сторону Идёт Как сыпется Играет Потом Она возвращается И вот Иногда Берёт Прямо На падении Иногда На паузе То есть Она там Колебания Какие-то Делает Если посмотреть Под водой Она останавливается И начинает Даже вокруг Оси Крутиться А они Стоят Эти окуня Со всех сторон Вот Ну Когда Хорошая погода Светло Небольшая глубина Опустишься И смотришь Они все Стоят Вот так Вот И смотрят Потом Появляется Какой-то Активный Расходятся Сходятся И вдруг Появляется Какой-то Активный Он её Подлетает И хватает Ну вот Самый Жадный Да И вот В общем-то Это вот Планирующая Есть Хорошо А давай тогда Планирующая Расскажем При каком настроении Окуня Ты берёшь Планирующую Блесну Как Вот ты понимаешь Ну Ну По моём Понятии Вот я Ну Из практики Когда У хищника Жор Вот у окуня В частности Да Иногда Блесна Даже ты сам Знаешь На пускании Он бум И сидит И не идёт Он уже взял Да Мало того Он тогда Не обращает Нимания Ни на что Хватает Всё Что там Перед ним Находится А вот Когда Его надо Раскачать Вот как Сегодня Да Его надо Заставить То есть Заставить Сработать Инстинкт Хищника Соластен Со мной Да Ну вот Нет Погода Меняется Вчера Тихо Было Сегодня Ветер Сильный Да И это Вообще Не окунёвая Сегодня Погода Ну Не дома Сидеть Вот я Вышел На водоём Вот И тогда Уже Начинаешь Применять Уже Другие Приманки Не тяжёлые А вот Беру Я Планирую Вот Вот Пример Вот Эта Блесна Она Сделана Изобрёл Её Володя Ариалин Кстати Он тут Москвич Тоже Ты его Должен знать С бородой Ходит Наверное Да Я вижу Да Планирую Планирую Мало того Что она Планирует Когда её Делают Взмах Вверх Не каждая Блесна Вибрирует То есть Она как-то Она вибрирует Издаёт звук Я так понимаю Колебания И тем самым Привлекает То есть Она работает Как на взмахе Так и при опускании И это должен понимать Любой Вот рыболов Да Который Не просто Тупо Там Бросать Да и всё Да Там где К примеру В низовьях Волоки Там Или на рыбинке Когда хороший Клёв Да Там Ей всё равно А здесь У нас Подмосковь Она умная Довольно Такая рыба И приходится Изобретать Применять Такие приморки То есть Ты прежде чем Сюда прийти Ты всё-таки Дома посмотрел Конечно Конечно Да Да Или в банке Да В чём удобнее Ну Либо в ванной Ну Самое лучшее Это в бассейне Да Там уже Да Не у всех есть бассейн И это делают Как правило Либо С причала Летом Приедешь Ну К примеру На нашу базу Ты знаешь На какую Приехал Проверили Там где светлая вода Можно посмотреть Либо ставится Ёмкость такая Типа Бочки Литов на 100 На 120 И там проверили Но Это Не говорит о том Что она будет Именно так Работать Конкретно Зимой Здесь Вот Иногда бывает Что Приманка Да Которая Ничем Она тебе Тебе Она не Те которые Нравится Да Вот как Работают Они не работают Окунь А те которые Ты отбраковал Они Вот Как он это понимает Только ему Понятно Это постоянный поиск Это 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 Нет Если Вот это вот И Ловля окуня Вот ты задал вопрос Да Чем Отличается Она Отличается От ловли на мормышку И почему Я предпочитаю Сейчас Вот блесну Это Более активный образ Активная рыбалка Образ жизни Там В движении Все время Да Если Сидят В палатке Там ребята Газовая горелка Там А вот скажи Кстати Вот чем отличается Так скажем По качеству Человек Который ловит на мормышку И на блесну Вот какие должны быть Особенности Ну Обычно Знаешь Вот Не знаю Может быть я ошибаюсь Или нет Но Все блеснички Это чистюли Аккуратные После себя Не оставляют Ничего Ни бумаги Ни мотыля Ни каши Ни мусора На водоеме Да Блесничек Вот Вот с этим пришел И с этим ушел Вот чистая лунка Хорошо Давай вернемся К блеснам Вот мы поговорили О планирующей блесне Какие еще могут быть Ну вот еще Вот я Это вот мы посмотрели Планирующей Вот я Можно показать Вот я показываю Но это Конструкция Я сам Я сделал эту конструкцию Во-первых Она вообще играть не должна По идее Да Но Когда я ее Пускаешь в воду Вот эта блесна 3,3 грамма То есть Я когда делаю блесну Я Передо мной Лежат весы Я точно Начинаю Обрабатываю Обрабатываю И довожу До определенного веса Именно при определенном Почему На определенной глубине Чтобы лоить Или почему Первое При определенном весе Она начинает играть Так как мне надо То есть Если вес больше Она Кувыркается Там непонятно что А при определенном весе У каждого Свой вес Вот эта блесна Например Вот эта 40 миллиметров Да Они у меня разделены Там для мелководия Там Вот эта универсальная Блесна Она работает От метод До 5 метров То есть И она работает Реально Вот Я ловлю на нее Уже Довольно долго То есть Ты прошел с ней Соревнования Многие Да Ну Конечно Многие И Будем так говорить Посмотрев ее Начали ребята Тоже ловить Наши И московские И питерские Потом Подключился Саратов Нижний Новгород Такого класса Блесная Ну Она может быть И планирующей И более тяжелая Но каждый делает По своему Но вот эта форма Она оказалась удачной Эта форма Оказалась удачной Да Вот И что интересно На нее берет Как мелкий Так и крупный окунь Без разбора Без разбора Да Вот Можно взять окунь Вот такой же Такой же маленький Как вот эта блесна Когда мы Ловили рыбу К примеру Там на Саратовском Водохранилище В районе Сызрани Да Вот Окунь ломал Просто эти Хлысты Такой Мы специально взвешивали Кило Кило сто Понимаешь Кило двести Это было не редкость А на соревнованиях Тем более Когда там проходили Это была неожиданность И в общем-то Ну хорошо Но подожди Ты же мне не сказал А размер А вот размер Он брал Будем так говорить Вот эти сороковки И тридцатки Он с удовольствием кушал На небольшой глубине Да На небольшой глубине То есть от глубины Выбор блесны Никак не зависит Вес зависит Вес зависит Можно сделать Маленький Тяжелый Можно тоже Самую сороковку Сделать 4 грамма Или 4,5 И ее же можно сделать Полтора Ну к примеру Там Не полтора Там 2,5 2 грамма Полтора грамма Можно сделать И на нее же работать Вот эту блесну Которую я тебе показывал Да Я как-то ловил На Федоровском Вытащил окуня Он отрыгнул малька Это все зимой Ну тюлька Тюлька Да Скорее всего тюлька Ну да Тюлечка Принял ее на базу Положил аккуратненько Сфотографировал Изучил со всех сторон И потом вот Начал подгонять ее Она немножко Уже Тюльки Но есть вот блесна Которая Вот она висит Здесь вот Да Она уже больше похожа На тюлечку Да Пошире Да Она размер как раз Да Да И как ни странно После того Как я ее сделал Начал проверять Количество поклевок Увеличилось То есть Здесь Окунятник Да и судочатник Он должен быть наблюдательным Смотреть Ну так же Как на Костовик Да Да Мушки Смотреть Чем питается Толь А вот скажи пожалуйста Об особенностях поведения Окуня В разные периоды Года В разное время дня Вот так вот Что ты наблюдал Ну Если Разные времена Года К примеру Вот по перволедью Он сначала Отцепенял А потом уже Спустя там Неделю Две Он начинает Активно Вот Клюет Ловится Да Более перемещается Более крупный Вот В этом В этом году Водохранилище Как говорится Одиннадцати Нету Я покупаю Они довольно дешевые Это Но это не реклама Да Просто Чтобы ребята знали На что можно ловить Сейчас я покажу На что Вот Есть такие Салмовские блесны Они бывают Нескольких типов Ну вот Вот этот тип Вот смотри Номер по-моему Третий Салма Да Салма бывает Третий Второй Вот он Салма То есть поменьше Побольше Да 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 Ну в общем Это планирующая блесна Да Да Смотри Вот второй номер Есть первый Вот Прекрасные блесны Шикарно работают Они у меня Вот даже Он весь из желтого цвета Есть В арсенале То есть Ну если Кто-то увлекается В ловле там Хищника Да У него В арсенале Вот эти блесны Обязательно должны быть Потом финские блесны Там разного класса Бывают Там хариус Там еще какие-то То есть известных брендов Да 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 Они Да Да Они работают Досмотреть Вот И проверять Прекрасные блесны Продолжение следует...